Всем здарова народ, сегодня я вам хочу напомнить, что на моем канале выходят гайды Два гайда в неделю в принципе стабильно сейчас выходят И просто я вам напоминаю, что гайды, где их смотреть и на какого персонажа Вы заходите вот сюда, в видео, ребят, и поехало, листаете Гайдов очень много, около 44 гайдов я уже написал на каждого персонажа, ребят Так что, также тут есть у нас видосики по предметам, по аганимам на всех персонажей На 85 карте, гайд на SF, на инвокера, на шторма, ребят И самый первый гайд у меня был это на траксу, сила двух пассивок На венгу, к сожалению, еще нет, на венгу вскоре, ребят, будет И, соответственно, ниже у меня идут уже просто какие-то фановые темы Типа игры там с Бальтазаром, там с Азой, с Нагингом и различные фишки Ребят, обязательно заходите во вкладку видео, я все почистил, все красиво, аккуратно Или же просто плейлист заходите и гайды И, соответственно, смотрите все гайды Ребят, вот такая вам информация Перед тем, как, в принципе, продолжить смотреть гайд Обязательно, ребят, заходите и смотрите гайды И все, что касается 85 карты, ребят Приятного просмотра А те, кто не подписан, обязательно, ребят, подписывайтесь Буду рад новым подписчикам Соответственно, буду рад для вас стараться делать, продолжать дальше гайды Так как есть опыт Бывший топ игрок Напоминаю, то есть не хочу говорить, что там ЧСВ, не ЧСВ, чтобы никто не говорил Ребят, бывший топ игрок В 20-м сезоне, в 17-м сезоне 27 тысяч ПТС Все вот это дело Топ-2, топ-3, топ-5, топ-7, топ-9 И топ-10, соответственно, брал места в ладере И, соответственно, опыта у меня хватает, чтобы делать для вас вот эту тему, ребят Приятного просмотра И все Тиррорблейд и Магина были братьями-близнецами Порожденными великим повелителем леса Фурионом Но каждый из них получил совершенно разные способности и силу Магина вступил в ряды ловких и быстрых воинов Сентенов В надежде на то, что хоть когда-нибудь встретит своего брата И говорит его вернуться в семью Каждый раз, когда Магина вступает в бой Он сражается не для выгоды или убийства Он борется за брата и дружбу Ребят, что ж, вот такое вот у нас небольшое вступление на антимага Соответственно, гайд у нас сегодня на антимага Знаю-знаю, вроде как был гайд на антимага Но он не был таким, какие я сейчас пишу конкретно для вас гайды С полным пояснением и разбором Но ссылочку на прошлый гайд я обязательно оставлю в описании Потому что там, во-первых, 83-я карта А как вы знаете, все гайды я пишу на 85-й И, в принципе, все, ребят Всем приятного просмотра И кто не подписан, обязательно подписывайтесь И ставьте лайк, ведь это единственное, так сказать, поощрение Которое вы можете мне, в принципе, дать Это дать свое внимание в виде лайков И, соответственно, продвигать мой канал далее Если вам, конечно, это угодно Ребят, все, погнали Итак, друзья, подходим же, наконец-таки, к спеллам антимага Первый спелл на антимаге Это у нас манобер В зависимости от уровня прокачки Он у нас будет сжигать ману Смотрите, на первом левеле 28 На втором 40 На третьем 52 На четвертом 64 маны За удар За удар своему оппоненту Смотрите, у нас сейчас маноберн первого левела И, соответственно, мы бьем эннами И у него уменьшается мана Смотрите, мана у него уходит Соответственно, вот так вот Может антимаг напрягать И еще в чем есть особенность Этот маноберн у нас дает бонусный урон В зависимости от сожженной маны У нас процентовочка тут есть Процентовочка равна 60% 60% от сожженной маны будет преобразоваться в демедж Как это будет примерно выглядеть? Это будет примерно выглядеть так На первом левеле будет у нас бонус наноситься 16,8 демеджа На втором левеле 24 демеджа На третьем левеле 31,2 И на четвертом, соответственно, 38,4 бонусного урона за удар То есть, соответственно, этот спелл Мало того, что он будет помогать нам быстрее фармить лес Допустим, персонажей, у которых есть мана То есть мы их будем убивать немного быстрее Плюс, эннами противникам будет немного больнее чувствуется урон Соответственно, вот такая вот небольшая фишка Не стоит забывать, что первый спелл антимага это орб эффект Орб эффект это значит то, что не сочетается с другими модификаторами Которые имеют тоже систему орб эффекта То есть это дезолятор, скади и, соответственно, сатаник Вот, как бы, но насчет скади, кстати, ребят, ссылка в описании На 83 карте вы можете посмотреть, как это может работать, в принципе, со скади Первый спелл, да, можно сделать так, что это будет работать Это фишка или баг, я не знаю, но смысл такой В общем-то, по моноберну, в принципе, все Он, этот моноберн, ну да, уникальная штука Но, смотрите, чем прикол Не сочетается с диффузами Допустим, если мы соберем еще диффузы К сожалению, ничего не произойдет У нас диффузы перекроют наш основной спелл Но это, соответственно, тоже орб эффект будет Вот, и, в принципе, вот такая вот тема Ну и, соответственно, единственное, как антимагу можно, в принципе, сделать вампиризм Вампиризма, без вампиризма, как вы знаете, коры, фигня Это только собрать Володю, соответственно, и, ну, находиться под Леориком Как бы, под его аурой, и все Ребят, вот такая вот особенность по первому спеллу Классный спелл, и советую вам его качать В общем, посмотрели, погнали на второй спелл Следующая способность на нашем персонаже Это то, за что, в принципе, антимаг становится очень мобильным Это блинк, обычный блинк, который можно делать куда угодно В принципе, и это у нас будет такое перемещение в драке И, соответственно, что же, как у нас будет все это происходить Смотрите, кост маны у нас тут составляет 60 всегда То есть, имея 60 маны, антимаг может всегда куда-то блинкануться В зависимости от уровня прокачки, блинк у нас будет кдшиться немного по-другому Смотрите, на первом левеле 12 секунд блинка На втором левеле 9, на третьем 7 и на 4, на 5 секунд Раз 5 секунд мы можем запрыгнуть в драку, либо же выпрыгнуть Также дистанция на блинке, кстати, тут тоже у нас улучшается, ребят Но тут не написано у нас на самом блинке И, соответственно, как же у нас будет распределяться блинк по прокачкам и расстояниям Смотрите, на первом левеле у нас блинк составляет 925 ранжи На втором левеле 1000 на третьем 1075 и 1150 на четвертом левеле Будет составлять у нас телепортация Есть тут погрешности такие, что где карта неразведанная, туда, к сожалению, нельзя прыгать Но это вы поймете, о чем, в принципе Тут на 85-й карте вроде с этим проблем нету На 83-й карте есть с этим проблемы, потому что будет у вас Вот такие звуки, типа что нельзя куда-либо блинкануться Но тут, по-моему, это уже пофикшено И, соответственно, вот такая вот тема Также, что еще нужно нам знать о блинке Блинк у нас позволяет эвейдить какие-либо станы То есть, ну, если, допустим, венга пойдет нам его кидать Мы можем его блинком, то есть, как бы закайтить И, соответственно, не только стан венге Еще несколько способностей, которые реально можно кайтить В принципе, вот такая вот у нас способность Позволяющая нам, в принципе, выйти или зайти в драку Ну и, в принципе, нельзя блинк у нас юзать в оцепенении Но, в принципе, в оцепенении много чего нельзя юзать Но блинк тоже в оцепенении нельзя юзать То есть, что такое оцепенение? Это, допустим, первый спал оракла Это ультимейт руфа Ну и что у нас? Еще что-нибудь по-любому есть Но сейчас я это, к сожалению, не вспомню Ребят, также не стоит забывать, что если мы будем нажимать, допустим, на самую максимальную дальнюю дистанцию То антимаг у нас будет блинковаться как можно дальше Но если мы, соответственно, будем, допустим, вот сюда упремся и попытаемся сюда блинкануться То у нас антимаг куда-нибудь вот сюда запрыгнет Потому что по механике игры он, если дистанция превышает, то он тут, то есть хитбоксы стоят Он, соответственно, ближе блинканес То есть не стоит об этом забивать Поэтому перед тем, как вы хотите сделать какой-то муфт Нужно максимально близко подойти, допустим, к этой дистанции какой-то И чтобы вот так вот, видите, чтобы он вот так вот не запрыгивал Нужно, допустим, как-то вот тут уже выгадать и подстраиваться под самого персонажа Потому что он вас может закинуть вот так вот в лес Не стоит об этом тоже, ребят, забывать В принципе, по блинку мы поговорили Очень полезный спелл Советую вам его качать, скажу по стандарту Но реально круто, ребят, реально крутой спелл Потому что позволяет нам зайти и уйти с блинка, в принципе, в драке Ребят, и это все, погнали на третий спелл Итак, друзья, третья способность на нашем персонаже Это магическое сопротивление против всех магий Которые на нас будут направляться Соответственно, из-за этого антимаг становится более стойкий к восприимчивости магии Ну, он становится невосприимчивым, получается, соответственно Ну, то есть он принимает магию, но он принимает демиджи с магией намного меньше, чем все остальные Насколько меньше, я вам сейчас расскажу Смотрите, на первом левеле сопротивление составляет 26% На втором 34%, на третьем 42%, и на четвертом 50% сопротивление магии Все мы знаем, что есть родной резист, равный 25%, но у мипа он 30%, соответственно И у антимага, казалось бы, на ласт левеле должно быть 75% сопротивления магии Но это работает немного по-другому На антимаге складывается так На первом левеле будет у нас сопротивление общего равняться 44%, на втором 50%, на третьем 56%, и на четвертом, соответственно, уже 62% То есть, смотрите, сделаем такой, как бы, небольшой вот вывод Прокачивая на один раз третий спелл, допустим, вы прокачиваете, максите, вы первый, далее уходите в блинг и на раз качнете третий спелл, у вас сопротивление магии уже будет почти 50% А дальше с каждой прокачкой у нас будет добавляться по 5-е и на ласт левеле с третьего на четверто 7% сопротивления магии Это на самом деле мизер, нежели чем на первом левеле у нас будет сопротивление плюс уже, так сказать, 15% То есть, ребят, запомните эти цифры, прокачивая третий спелл, наше сопротивление будет 44%, 50%, 56%, и 62%, соответственно То есть, вот так вот этот магический резист будет у нас работать Не стоит забывать, что у антимага две пассивки, это значит, у нас пассивки на 85-й карте могут быть выключены сильвер-эджем Соответственно, у нас выключится и моноберн, и третий спелл, и вот такая вот тема Также наши иллюзии, в принципе, унаследуют первый и третий спелл, об этом я на моноберне не сказал Но это, в принципе, и так все знают, что иллюзии, в принципе, копируют полностью персонажа, который, в принципе, у нас под управлением И, в принципе, вот такие вот фишки по третьему спеллу, я сказал Это такая вот способность чисто под самого себя Чтобы доказать значимость этой способности, вот у меня тут стоит один антимаг, у которого третий спелл вкачан, а у которого не вкачан И, соответственно, постараемся с антингом немного показать смысл Я думаю, смысл вам виден, ребят То есть, я едва успел только рефреш написать То есть, соответственно, антимагу тут нанеслось очень мало дэмэджа, а тут он почти, ну, почти умер, ребят То есть, выбор за вами, качать этот спелл или нет, гаус смотреть ультимативную Итак, друзья, что ж, а следующая способность, а именно конкретно ультимейт на нашем персонаже Это мановойт, позволяющий просто, ну, ваншотить, я не знаю, магов, потому что он дамажит за отсутствие маны У нас отсутствие маны идет кратностью Смотрите, первым левелом у нас будет кратность за отсутствие маны 0.6 На втором 0.85 и на третьем 1 и 1 единица То есть, соответственно, если у нас у энеми персонажа не хватает тысячи маны, то кратность 1 в 1 будет у нас такая То есть, нанесется ему 110% от этой тысячи маны, ребят То есть, ну, все, в принципе, просто, работает так же, как и рипер некролайта То есть, за отсутствие маны у нас будет наноситься процентовочка дэмэджа Допустим, 60%, ну, 85% и 110% В принципе, все довольно-таки просто И если мы просто сейчас с анткингом посливаем ману, соответственно, увидим такой вот небольшой эффект и бонус, который мы должны, в принципе, знать, ребят А именно, смотрите, во-первых, наш ультимейт на антимаге, он является массовой способностью То есть, что это может значить, сейчас я вам объясню Антимаг у нас кастует, когда по определенной цели То есть, допустим, вот, смотрите, во-первых, смотрите, какая здоровенная ауешка Ауешка огромная И это, кстати, очень круто, потому что ауешка просто нереально здоровая Она раньше была намного меньше Намного меньше И смотрите, в принципе, кастуя ультимативную В этом радиусе всем героям нанесется урон Урон, который получил у нас с анткинг, соответственно Вот, также у нас идет оглушение на 0,15 секунд основного персонажа, на которого у нас был нажат ультимейт Ребят, тут очень такая тема есть двоякая, что можно мясануть Мясануть ультимейтом и, к сожалению, вы ничего не нанесете Никому просто ничего не нанесете Можно мясануть просто, вот, если, допустим, они все будут стоять в куче Наши враги можно случайно нажать на дума Но у дума фуллмана и, соответственно, ничего не нанесется врагам И, соответственно, ребят, о чем нужно помнить У нас радиус, я уже сказал, радиус, в принципе, здоровый Радиус он составляет 500 Дальность применения у нас равна, по-моему, 600 единицам, если я не ошибаюсь Да, 600 единиц Дальность применения И, соответственно, очень жесткая тема, позволяющая реально ваншотить Также, что стоит помнить Не стоит забывать о том, что это направленная способность А все направленные способности у нас блокируются линкой То есть, если у врага есть линка То, соответственно, ребят, держитесь, крепитесь Собирайте абусал, абиссал Не знаю, как хотите, называйте Прыжок Сбиваем абиссалом линку И бьем ультимативный То есть, только так Плюс не стоит забывать, что если персонаж в БКБ То есть, допустим Вот так вот сделаем Итем 120 То можно будет направить на него ульт В принципе Ульт у нас пролетит туда Пройдет у нас, как бы, вот эта вся тема Но Дэмэджа вы никакого не нанесете Дэмэджа вы никакого не нанесете По персонажу, который находится в БКБ Можно направить, да То есть, тут есть такая приколюха, что это Я считаю, что погрешность Такая И стана, соответственно, вы тоже тут не нанесете Никакого И вот, то есть Ну, не стоит об этом забывать Что вот так можно прогуляться, ребят То есть, в БКБ Можно зарядить Но дэмэджа никакого вы не увидите В принципе, ну По ультимейту все Ну и, в принципе КД у нас составляет 70 секунд И монокост у нас тоже разный 125, 200, 275 маны На третьем левеле Ну, да, монокост, конечно, большой на третьем левеле Но, в принципе, это не проблема Когда у вас есть хорошие суппорты В принципе, на антимаге все Ребят, надеюсь, не было вам слушать это очень нудно Потому что я немного приболевший И надеюсь, вы войдете в положение Соответственно, вот такой вот небольшой гайд вам сделал Ну, как небольшой Две игры, соответственно Два геймплея И плюс еще ссылочка в описании На 83-ю карту, ребят В принципе Погнали смотреть гайд Всем хорошего настроения Ребят Я вас всех уважаю Даже если хейтите Я вас все равно люблю Потому что без хейта никуда Я это прекрасно понимаю Ну и Спасибо всем стабильным подписчикам Да и ребятам, которые просто смотрят Но не подписаны Надеюсь, вы поменяете когда-то мнение И подпишитесь на канал Будете со мной Будете поддерживать Не будете писать Смотри, ты сейчас проиграешь А напишите Давай, братан У тебя все получится Соберись Возьми волю в кулак И дай всем Шапалаха Всем приятного просмотра, ребят И поехали Так Друзья Поехала Посмотрим, что они напикают Ну, надеюсь Пикнут Хотя бы одного мага Потому что Ждать я не буду Пока они там все пропикают И это в принципе нормально Так 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 Фурион Хорошо Фарму чемпион Это мы понимаем Но тут я его по-любому Перефармлю Ребят Будем собираться агрессивно А именно Можно будет даже собраться В принципе через Сию Но Сию на антимаге Это Извините Сия на антимаге Я, если честно Не понимаю Сию на антимаге Когда можно собрать Тот же лотар В принципе Апнуть Сашку И взять манту Можно сыграть так В принципе Антимаг с лотаром Ничего зазорного нету Абсолютно В принципе Это ловкач И ловкачу В принципе Свойственно Бегать с лотаром Соответственно Будет неплохо Я играл несколько Да даже не несколько Последний топ тбшки Который играл В принципе И я брал Тупо Тупо брал Ну Мартретку И в лейтгейминге Когда уже 6 слотов Уже просто не зная Что делать Собирал лотары И это рели прокатывал Потому что Детекшена нету Я заходил просто На хайграунды Чекал всех оппонентов Своих Энами И соответственно Позиционка Выигрывал игру Вот и все Вот и весь смысл То есть Все предметы В доте Покупаются Конкретно Исходя Из позиций Позиции Ну мага Соответственно Никакого не пикнули Прошлая катка была Ну как катка была Она кончилась Не начиная Крипов Игра Потому что Там чел Написал Он мне лагает И ливнул Там вообще Классный пик Там ВС был Инвокер Кстати Инвокер Вот этот же Тварь Внизу Файты Да Дерутся Баратрума Принимает Там Баратрума Принимает Но умрет Умрет Тут Барат Фила Номбо Ван Там У него Вот так вот Идет Я бы сейчас Алхимику Не дал бы Выйти Там на самом деле На инвокере Плевал бы я На этих клипов Потому что Так Ребят Топорик 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 Деда По возможности Пропустить Вперед Нужно Чтобы дед Засуицидился Вот так Вот хотя бы Как-то Но да Все Хорошо Идеально Что мы тут Будем Соответственно Качать Ребят Будем Ну в стандарт Удем Уйдем Уйдем В стандарт БФ И ПТшки И прочее Лажа Ну как Лажа Нифига себе ПТшка Извини Так Тут мне Походу Будут пытаться Не дать Ничего Но я Там гусы Не взял Не зря взял Не хватает Дэмэджа Пора За сапогом Ой за сапогом За топором Прыгать Так Леон ушел На пулу Да На пулдэй Но тут Не успеваю Никак На антимаге В принципе Важно Тоже не пропускать Ни одного Крипа В стандарте Добивать всех Возможных И невозможных Сейчас очень Сильно линия Запушится Благодаря Саппорту Леону Ребят Никогда так Не отводите Ценой Второго Левела Он очень Сильно Запушит Линию Сейчас будет Стоять Ему Ему Будет Некомфортно Мне Будет Нормально Стоять В любом В любой Позиционке Потому что У меня Есть Блинк У меня Есть Блинк И я В принципе Не буду Париться Имея Моноберн Можно Почуть Почуть Так сказать Подтычковывать Тем более Тут Ближний Бой У нас На линии Я бы Порекомендовал Взять Тут Стик Потому что Е скорее Све Начнет Чуть Позже Но начнет Спамить Тотемами По лицу Но я не уверен Я пока не уверен На самом деле Ну По крайней мере Стик Всегда Полезная вещь Да Вот все Пошел Первый тотем Но все же Не ошибся Я С выбором Предмета И далее Просто В ПТ Будем выходить Тут Фаст БФ Не будет Это Стопроцентно Ладно Что Если Если уж Такой пуш То почему Вы не Попушить Окей Почему бы не Попушить Тогда Почему бы не Попушить Хорошо Вот так вот Забираем Ребят Напоминаю Что Это не 83 На 83 Антимаг Немного По сбору Будет В принципе Отличаться Потому что 83 Карте Преобладает Игровой Ну Преобладает Немного Другой Игровой Процесс На Антимаге Потому что В профите Конечно же Ганги 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 На 85 Карте Соответственно Соответственно Немного По другому Геймплей Будет Составляться У нас Тут Так И теперь Стоит У нас Выбор Выбор Качнуть Ли Пассивку На Раз Пассивка На Раз Это Очень Хорошее Сопротивление В принципе Пассивка На Раз Дополнительная Хорошо Типа Идут В защиту В защиту Своих героев То есть Как бы Ну Такова Механика Игры Соответственно Так Нужно ПТ Пол ПТ Наш Пол ПТ Опа Немного Побьем Пацана Можно Сейчас Нормально Хапануть Но Мы Не будем Соответственно Мы Не будем Ребят Сразу В ПТ Орбу Возьмем Линия Агрессивная Поэтому Я считаю Нужным Так Вот Хорошо Блинк Кто Наши Друзья В игре В игре У нас Все Друзья Именно Конкретно Саппорты Которые Не будут Забирать Фармы Которые Будут Держать Линию Вот И все Вот И весь Смысл Да Здесь Поменялся Ты Конечно Стал ЧСВ Ребят По поводу ЧСВ Нечас Что Вам Хочу Сказать Я Максимум Во что В какую Сторону Мог Поменяться Это В лучшую И минимум В то Что Поток Людей Сейчас Очень Большой Соответственно Если кто-то Заходит На трансляцию Я там Просто Не успеваю Поздороваться Это не значит Что я Игнорю Это значит Что просто Я не Увидел Потому что Чат Очень сильно Бежит Плюс Идет Игровой Процесс Соответственно Игнорировать Игровой Процесс Как вы знаете Я тоже Ну Я такой Я игрок Я не Очень люблю Игнорировать Игровые Процессы Поэтому Иногда Приходится Ну Не отвечать Потому что Тупо Я не вижу И мне Нужно Вот Понимаете Просто Голова Постоянно Влево Вправо Вот так Вот И соответственно Это не значит Что я там ЧСВ Зазнался И тому подобное Нет Я со всеми Как общался Так и общаюсь В принципе Не собираюсь Это Закидывать Поймите Что С каждой С каждой Тысячью Подписчиков Мало Того Что Количество Людей На трансляциях Возрастает Так еще И в принципе Ну Меняется Меняется Контингент Людей На трансляциях Что Некоторые Любят Чтобы им там Жопу Подлизывали Ну а я Жополиста Не приветствую В принципе Так что Ребят Не обижайтесь Если в случае Если Так Ну не успевают Поплошь Сейчас Секунду Я до Рассказываю Я не забуду Обязательно Ясно Обязательно Ну нет То есть я Призываю вас к тому Что не стоит Обижаться на то Что я допустим Где-то могу Грубо ответить Потому что Очень много людей Заходит на трансляции Которые В принципе Ну то есть Понять залетные Это называется Залетные люди Которые заходят На трансляцию Такие Они Долком не разобравшись Ничего Они могут что-то выстроить Соответственно Испортить настроение Да Мне все говорят Не обращай внимания На негатив Да Там Туда-сюда Это Там То-то Но Вы понимаете Что Основная фишка Моего Стриминга Является Это Общение Соответственно Когда модераторы Не успевают работать А модераторы Не успевают работать Это им огромный минус Очень редко Когда сообщение Доходит Именно конкретно До ютуба Ой Очень редко Очень часто Сообщение Просто тупо доходит Я это все Прочитаю И потом То есть Ну в себе Все равно Это держу А потом Нужна такая Кнопка сброса Чтобы выговориться Допустим Но это я Это я Делаю В принципе Все в реале И соответственно Соответственно Ну на вас Стараюсь Ребят Ни в коем случае Не срываться Потому что Это неправильно Это неправильно Как минимум Винить вас Правильных подписчиков В том Что Кто-то там Какое-то чмо Что-то высрало А я Ну типа Начну на вас Гнать Нет Ребят Это неправильно В общем Понимаю Наплыв Наплыв Соответственно Ну я так думаю Они тут Боже Я уже минуты Три просто Разговариваю И просто Делаю Тотальную Дичь В общем Смысл Такой Обижаться На меня Не нужно Все будет Окей Все будет Но не сразу Запомните Эту фразу Так что Ребят Берем Геймплей Свои руки Инвокер У нас Сосирует А ну ты Умер Тут Там тебе Ракета Летит Инвокер Сосирует У нас Линии Молодец Вертик Там Гангает Ясно Так это Мы Ясно Должны Писать Братан Пуш Немного Зазевался Смотрите Блинкуемся И вейдем Эх Ну забрал Не тот Не тот Герой Забрал Этот фраг Ребят Не тот Герой Забрал Этот фраг Там Магов Нет Еще Ни Одного Поэтому Очень Плохо Будет Очень Плохо Будет Ну Сейчас БФ Будем Уходить Придется Все равно Идти в стандартную Закалку Я думал Тут В принципе Будет такая Активная Игра Забрать Забрать Рума Но Видимо Не пошло Что ты хочешь От меня Что ты хочешь От меня Все Приняли Ракету Пойдем В леса У нас Там Первой Первой Способностью Будет Наноситься Дэмэджа Побольше Так Ребят Ну У нас Проблема У нас Ливнувший Фурион Который Можно Сказать Ну Мягко Сказать Подставил Нас И Ливнул И у нас Теперь Ботом Лейн Просто Стоит Ботом Лейн Просто Стоит У него Предметы Даже Лучше Чем У меня Хотя Я стою На Фулл Фри Но Он Еще Тавр Забрал Как Бы Дело В этом Я Не знаю Надо Что-то Агрессивное Собирать Я Бо Вообще В ВГ Вышел Чтобы Чувствовать себя Более Комфортабель Не Что Ли ВГ Потому Что Тут Нужно Файтиться Забирать Какую То Кормушку Хотя Блинг Раскачал Я Вокер Там Убивает Да Пойла У нас Да Они Там С Баратрумом Разобрались Если Сейчас Фарм Так Пойдет В принципе Если Меня Никто Трогать Не Будет Бф В силу И Пл В могилу Говорится И Все И Никакой ВГ В принципе Не нужно Будет Собирать Раньше ВГ Собирался Такой Знаете На Боевого Антимага В принципе А Боевой Антимаг Это Круто Боевой Антимаг Это Круто Так Тп Хорошо Ты На силу Тут Где-то Пуч Еще Бегает Что там Тавер Тавер Хорошо Уже Подходит Вот Он Пуч Все Пт Обузим Убиваем Сразу Эту Кробу Чтобы Мозги Не Делала И На Топе У нас Скорее Все Три Игрока Будет Поэтому От Эта Фишка Меня Всегда Бесила Сейчас Да вы Посмотрите На Этого Пуджа Что он Тут Делает Варды Купила Энеми Челиком Го Го Леон ПТ На Ангилу Ставим Блинк Аут Надо Делать На Меня Ракета Летит Все Вот Так Вот Отлично И Возвращаемся Сейчас Файт Да Ты Запарил Боже Суицидник Этого Пацана Мы Придушим Я тут Стилить Буду Боже У меня Ракету Хорошо Почему Не на Барат Рума Найс Монстр Килл Как говорится Сладенький Найс Сладчайший И Все По Кайфу Хен Но Это Подписчик Подписчик Есть Пол БФ А Есть Это Хорошо 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 Сметаем Быстренько Крипов Надо Успеть Тэшку Сейчас Запинать До Прихода Вертолетских Моноберн Вкачем Потому что Сейчас Уже Будет БФ С БФ Будем Фармить Намного Быстрее Быстренько Надо Успеть Тавар Тут Забрать Надеюсь Никакой Пуш Не Выхукай Вот Вы Просто Представляете Насколько Я Везучий И Помансуем Ладно Я Понял Делаем Вот Так Вот Буквально Только Сказал Сразу Секунда Но Тавр Я Забрал Ракета Летит Плевать На Нее В принципе На Вашу Ракету Вашу Ракету В принципе Плевать Там Алхимик Алхимик Не страшно Мне Есть БФ ПТ На силу Хотя бы Хоть как-то Урон Смягчить Можно Аккуратненько Подфармить Ребят Очень Боже Это Псина Запарила Очень Сильно Нуждаясь В Каком Нибудь Отхиле Чтобы Фармить Увереннее Потому что Ну Вы Сами Видите Вата Вата Антимаг Поэтому Очень Часто Либо Собирают Данного Персонажа Через Владимир Либо Через Маднес Не кача Первый Спелл С Маднес Обоснованно Будет Тема Типа Маднес Добавляет Нам Атак Спид Быстрее Фармите Быстрее Фармите Плюс Как бы Ну Лучше Лучше Как бы Да заткнись Божечки Меня так Напрягает Когда он Гавкает Потому что Я не могу Сообразиться Я понимаю Насколько Это слышно И Честно Напрягает Сильно Напрягает Очень Сильно Напрягает Быстренько Напишем Гайд Поставим Вардик Уйдем В лес Дальше Хорошо Поставь Пожалуйста Руну Забрать Все Вертолетик 190 Химик Армлет Я на Мидлейн Побегу На Мидлейн Побегу Принимает Есть Тут стоит Ну Я Буду Файтиться Так Поэлла Там Приняли Один Там Путж Остается Но Путжа Мы Тогда Загрызем Тут Сейчас Заластхичено Так Сказать Заластхичено Хорошо Есть Десятый Надо Сейчас С командой Аккуратно Подыгрывать Гоу Моноберн В макс Не берем Потому что Нужен Какой-то Резист Еще Дополнительный Какой-то Доп Резист Нужен Хорошо Погнали Мидтавр Сейчас Немного Будем С командой Бегать Все Тавр Так Ну Не даст Он нам Тут его Забрать Это Видно Сразу Не даст Пт Ок Хорошо Да 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 Держите В дизейбле Я пошел На бот Блин Ультимейт Фуриона Запускают И На самом деле Фарм Ломают Очень сильно Ладно Я пока Неста Доспушу Они там Решили Все-таки Подраться Моя команда Решила Подставиться Немножко Еще Одна Ракета Пт На силу Моноберны Моновоиды Сейчас В принципе Алхимик Приоденется Они пойдут Ломать Нужно Аккуратненько И выйдете Эту тему Ок Ливнувшего Фуриона Вызвали Так сказать Идут Пацаны Да Дефить Фазы Сокрет Плохо Что там Сокрет Но Фурионом Тут Сфидят Фурионом Тут Сфидят Сто процентно Не знаю Зачем Они его ТП Охнули Кто ТП Охнул Чисто Фид Контора Называется Аккуратненько Кого я Я помогу Вот это Настоящее По моему Это Вот этот Боже я не могу Сульты Застелить Серьезно На Тимаги Сульты Не стилей Типа Такое Но тут Проблема В том Что Там Маны Фиг Да Нифига Там 400 Маны С этой 400 Маны Я 08 Но 300 Дэмэдж Нанесу Минус Резисты Это Вообще Ни о чем Просто Тут Нужно Микро Расчеты А там Когда Инвокер Салакрити Тоже Тяжело Но сейчас Будь Забрал бы И этот Фраг Было бы Намного Лучше Не знаю Смысл Володю Делать Не вижу Яшу Яшу И поехала Яшу И поехала Башер Для Файтингов Хорошо Берн Макс Если честно Володька Считается Типа Тратой Денег Если Допустим На 20 Минуте Собирать Володьку Это Очень Позорно Ну Как Вроде Как Именно Конкретно Если Рассмотреть Ситуацию Вот Сейчас На Антимаги Сделать Володьку Это Типа Очень По-даун Потому Что Скоро Лайт Гейминг И Володька Ну Типа Ну Может В принципе Она Может Поменять Исход Игры Но Она И в то же Время И не Может Вообще Артефакт Владимир Очень Очень Хороший Артефакт Ребят Не говорю Что он Плохой Не говорю Что его Не нужно Собирать Просто Лайт Мэйл Ладно Придется Сделать Так Не Говори Что это Плохой Артефакт Ребят Ни В коем Случай Володька Очень Сильный Артефакт Очень Сильный Артефакт Ну Тут Оппоненты Наши Ходят Ну Ничего Страшного Занимаемся Своей Работой Немного Своей Работой Занимаемся Вот так Вот По чуть Чуть Так сказать Опять Ульт Фуриона Я Я Сейчас Просто Блин Как Заблочить Надо Фуриона Надо Его Заблочить Надо Фуриона Заблочить Потому Что Это Не Дело Они Будут Фарм Забирать Фурионом Ненужным Фурионом Фарм Забирать Он Распределяется На всю Команду То есть Я Просто Так Время Теряю Ребят Еще Есть Такие Страты Как По Прокачке Персонажа Через Плюсики Тоже Очень Довольно Таки Неплохая Страта Качаем Плюсы Вместо Допустим Третьего Спела Если Там Допустим Магии Не Сильно Много В принципе Можно Качнуть И Плюсик Так Что Дерзайте Собираем Монетку Из-под Носа Алхимоса Что Собрался Его Убивать Что Ли Там А Че За Хрень А Я Понял Дота Первая Привет Я Близзарды Понимаю Давай Тычку Давай Я же знаю Что тут Не так Не просто Так Стэйш Тычку Надо дать Обязательно Попытаться Собрать Все Дальше С такими Айтемами Можно Уже В принципе Чувствовать Себя Более Приятнее Го На четверку Поставим Пл диффуза Варит Ага Вард снимает Гэ Ну там Трое Или четверо Пудж На топе Четверо Там Четыре Там Там Четыре Я пойду По низу Лучше То есть Тут Я не вижу Смысла Сделаем Вот так Вот Почему У меня Блинк Не работает Переставлю Сажиманту На четверку Потому что Что-то По биндам Проблемы Перепутал Слоты Хорошо Идем По низу А тут Инвокер Будет Скорее всего Умирать У нас Стоит Парень На баре А пока Не знаю И сейчас Забежит Да Потолпующ А русы Там Брат Ребят Преимущество Battle Fury Это то Что можно Еще Фармить Леса Игнорируя Деревья То есть Сразу Побежал Нажимаешь На кнопку Осуждаю Инвокера За такие Высказывания Мать Там Не мать Но Его Дело Это Можно Склопотать Мутик На 20 Дней А можно Еще и На 30 В редких Случаях Поэтому Ребят Ведите Себя Хорошо Уважайте Своих Оппонентов Даже Если Они Баратрумы Глупые Причем Баратрум Итак Ребят Рано Фастфиниш Пишите Рано Фастфиниш Пишите Рано Фастфиниш Пишите Для вертолетика В принципе Тяжело Вытаскивать Оп А где же Дэмэдж А где же Ваши Дэмэджи А где же Ваши Дэмэджи Мы будем Танцевать Но Где же Ваш Дэмэджи Сульты Вертолета А нету Дэмэджи Сульты Вертолета У него Там ультимативная Есть Каупа Тяжка На инту Побежали Ого Да там же Просто Нет Тут мой Фраг Братан Безусловно Мой Там же Маны Нет Вообще Все Оставили Леону Немного На покушать Все Есть ультимативная В троечку Я себе Если честно Комфортно Чувствую В этой игре Меня никто Не трогает Не напоминает Игры с подписчиками И да ладно То есть Тут вообще Пк Сейчас просто Какой нибудь Артефакт Типа Башара Чтоб я уже Смог Солировать Прыгнуть Соло Убил Отпрыгнул Соло Убил Отпрыгнул И все В принципе Можно будет Собрать Потом Бкб Бкб на антимаги Ты что Дно Да Бкб на антимаги Ребята Это нормальная Тема Потому что Как правило Бывают Бывают Такие игры Что Вас Настолько Сильно Будут Расконтривать Что вы Просто Ни единого Удара За драку Не сделаете Когда там Никс Допустим И тот же Леон С шаманом То есть Неруб Вы просто Об Неруба Будете Сами себя Станеть Это первый Момент Го Я готов Я готов Да ты Меня сожрать Что ли Решил Хорошо Почти Почти Инвокеру Нужнее Дабл Дэмэдж Ладно Не думал Так Собираемся Возвращаться В файт Обратно Там Химос Со спины Если Бахнет Будет Хорошо Отлично Если Бахнет Будет Хорошо Молодец Красавчик Но Это Фастфиниш Мне кажется Для команды Эннами Несмотря на то Что у нас Тут инвокер Веселится Там Мать Не мать Такое Дело Тут Мы Изи Запушим И пойдем На ботом Жалко Не добивая Ногово Отсюда Тут Крипчиков Зачистим Главное Ребят Не забывать Про ПТшку Обузим ПТшку Будет Все Намного Лучше По мане У нас Мы Не взяли Аквилу Соответственно По Маню Мы Должны По факту Просаживаться По факту Но Обузя ПТшку Немного Становится Попроще Жизнь Сладь Слаще И в принципе Все хорошо Я сколько раз Уже Блинки Сделал У меня Как бы Мана На месте Стоит В принципе Я в это время Еще и фарм Понимаете В чем дело Ну не считая Того Что у меня Тут 6 Мана Регена За счет БФ Это все Мелочи Это все Мелочи Ребят Че не хватает Для полного Счастья В этом Билде Сейчас Тараску В принципе Заканчиваем Все Ну такой Итем Билд Тараской Можем Принцип Пойти Закончить Так Алхимик Идет Хочет Взорваться Хорошо Сожгли Ману Посмотрел У него Там еще 300 маны Остается В принципе Можно Взорвать Ого Братан У тебя Что сейчас Маны Не будет Криса Криса Я всегда Этого Угорал Ребят Надеюсь Эта игра Вам зайдет На позитиве Просто Вообще Я стараюсь Все игры Снимать Именно На позитиве Потому что Это фан Ну это фан Дота Вот она Такая И должна Быть Я просто Аю Вот с этого Чата Криса Он напрягает Колбу Ему нужно Ее выкинуть А он Просто умирает И пишет Что я Криса Что я Его убил То есть Я должен был Подождать Пока у него Включится Форма Чтобы все По честному Так сказать Раз на раз Вася На речке И вы понимаете Как должно Было быть Но не тут То было Братан Я же Кирбиса Кирбиса Копа Пушил Надо уйти Тут Там уже Все рез Ббб Ббб На меня Ракета летит Но ничего страшного Да Там А как он Умер От Бэлла Все Меня сейчас Вилткинд Убьет Вилткин Умер уже Ну плохо Печаль Печаль Ах Вот как я люблю Антимага На самом деле Если бы вы знали Ребята Это Это просто Царский герой Не знаю Все говорят Что это Крип Д2 Д2 Постоянно пишешь Это крип На самом деле Герой очень классный Не знаю Герой очень классный Потому что Ну я не знаю На антимаге Проигрывать Это Антимаг Один из таких Неприятных Тоже сплитпушеров Который может засесть На одной линии У него Блинкаут 5 секунд То есть Что бы ты ни делал Через 5 секунд Этот парень У нас На антимаге Возьмет и убежит В принципе Ему пофиг Гоу Тараску Немножко С Тараской Припозднились На 5 минут Но у нас еще Баш есть И можно идти Драться И драться Можно идти Все Я готов Я готов Можно сейчас будет Продать стик Взять ТП Есть Тараска И можно драться В нагло Я думаю Меня там Только хук Может пробить И все Вот так Сделаем Жалко Блин Нету этого ТП Еще одну Берем Все Гоу Если у нас Единственное Только фантом Сожжет ман Ну это конечно Неприятно А фантом Может это сделать Так На миде у нас Инвокер Подставляется Но я иду Застанься Настоящий Вон он Ах Молния залетела Серьезно? Серьезно? Ну это Конечное Как я и сказал ЕСа Расконтролили Как и ВП Дефим? Надо спросить Ребятки Дефим? Ааа Ливнул просто Ливнул Ну тут просто Изи Братан Ты по демеджу Уже не вытащишь Меня У меня Тараска Своим Блейдмейлом Ничем тут не поможешь Можно даже Тавер Танчить В принципе Плевать Только Главное Тараску не сбивать Самому себе Уф Вот он Вот он Вот он Вот он Закайтил Мантой Братан Не получится Не получится Брат Вообще Ну никак Тут уже У меня Тараска Вообще Ну никак Бро Ну вообще Ну никак Братан Я тебе просто Отвечаю Вообще Никак Вообще Никак Тараска Правильно Выбор Вот Настоящий Хорошо Просто Называется Чуть Крепочка В лесу Побил И пошел Ребят Я хочу Чтобы вы поняли Вот то Что я сейчас Там пишу Что-то Спрашиваю Это же все Без Без Так сказать Такого Негатива Я просто Спросил Дефим Не дефим Чтобы вы не сказали Выпендриваешься Лох Сам играть Ни хрена Не умеешь Ничего не сделал Инвокер Тебе затащил Инвокер 12.8.14 Да Ассисты Ассистов Очень много Но я в принципе Делал свое дело Я в то же время Вот сплитпушивал И То есть Ну Чувствовал Игру как надо Что нужно сделать В данной Какой-то ситуации То есть Ну Я полностью Чувствовал Эту игру Что нужно делать Просто Что нужно делать Я соответственно Делал То есть Ребят Не надо там Плеваться Ядом Какашками Кидать в меня Своими же То есть Как бы Все нормально Не переживайте Все хорошо То есть С уважением Ко всем Я стараюсь Играть Даже к Энами Игрокам Просто Ну Не закончили Игру Пацаны Вовремя И соответственно За это платят За это платят Они под своими ПТС Да Рожь Можно Изи Тут С Инвокером Алакрити На меня Кидается Колдснап И все Тут Шансов У Рошана Нет Вчера По-моему Читал комментарий Почему Не делают Бабочку Вы что Неужели Настолько Уже Типа Непрофитный Артефакт Конечно Бабочка Очень сильный Артефакт Ребят Не стоит забывать Что бабочка Это мясы Если бабочку Своевременно Сделать Когда оппоненты Не будут знать Что там бабочка Это очень достойный Даже артефакт Потому что В принципе Бабочка Перекрывается Всего Одним Слотом Одним Слотом А именно МКБ 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 Собрал Бабочку Потерял Все То есть Такой вот Смысл Бабочки То есть Если Энеми Знаешь Что ты Делаешь Бабочку Если ты Ее покупаешь Нерезко То К сожалению Смысла Твоей бабочки Не будет Потому что Уже заранее Будет Контр Пикаться Тебе Тебе Уже Сейчас Я куру Мне куру Надо Ребят Подождите Сорян То сразу тебе будет контрпикаться МКБ Ну контрбраться, так сказать, не контрпикаться Ну хотя пик это же тоже выбор Ну контрпикаться, да, будет правильно понять Типа, ну будет Контр выбираться Тебе Ну сразу МКБ О, да тут же настоящий есть, да? Эх, не успел Буду драться, как животное Хорошо Хорошо, 2х Но тут придется ракету ловить И в принципе все, я надеюсь вам смысл данного предмета раскрыл Бабочка, это такой предмет, который нужно собирать внезапно Чтобы enemy, оппонент не контрпикали МКБ Все То есть предмет сам по себе классный, безусловно, ребят То есть предмет классный Дает промах А очень Хороший Дает Дает, ну сопротив, по сути дает сопротивление к физическим атакам Вот, ну серьезно, если так задуматься Сопротивление к физическим атакам Это Это очень круто, когда по тебе просто тупо банально не попадает Ты как Брюс Литом Существо в матрице такой Своеобразный То есть понимаете, как это работает Это круто Ну если там пикнут Как бы МКБ С лотом То Эд ГГ Конечно Эд ГГ Безусловно Безусловно Эд Гуд Гейм Вел Плейд Так что, ребят, вот такой вот смысл Какой вот смысл данной игры Что Антимагу Игр с антимагом ВС антимага Нужно заканчивать Как можно раньше Как можно раньше Нужно заканчивать Потому что потом В дальнейшем будет очень тяжело Так, ну мы тут просто Райт кликаем и все Главное следить за маны Следить за маны и все Эх, ну я так и знал Я так и знал, что сейчас так и будет Вот здесь этот вот пригорочек помойный Все, гоу Минус мораль Обозвление Все дела После первой смерти Такой причем помойный Да, это реально помойная смерть Называется Братан, я резнулся На вертолетике А че баши нету? Вот по ЕСу баш почему-то сразу есть На вертолетика нету Обманщик Обманщик Забайтим А че не выкидываешь всю склянку А че не выкидываешь всю склянку? А того не стоит что ли? Эх Эх Печалька Ну вот такая каточка Ну рили надеюсь ребят вам понравится Но еще будет еще одна игра Это я просто вам обещаю Потому что ну на гайде сейчас стал делать постоянно по две игры Но чтобы было интереснее на самом-то деле Все было реально интереснее вам Посмотреть, покайфовать Побольше Спасибо Вы в танцах Как говорится Вот ЕСу сразу башек вылетает До свидульки Ну че там Дизарм Эх ну там маны все равно не хватит Верт молодец Я верт молодец Безусловно Эх ладно Ну не хочет вертолет умирать Да я просто ГГ ГГ Верт молодец Верт молодец Ребят Ну вот такая вот катка Надеюсь понравится Играли 4 на 4 Ну там кор ливнул После того как мы на мид зашли Но это минус мораль Ребят Гоу next И снова здравствуйте Товарищи друзья Сегодняшняя у нас тема Это будет антимаг Соответственно Все мы знаем Все мы видели Начало Соответственно ребята Так Есть сларк норм Начинаются сларки Легионы Во легионы Это кстати очень страшно Против антимага И баратрум Потому что есть детекшн Есть 100% поимка персонажа И Будет скорее всего Очень тяжело Если еще команда будет Конечно очень такая Не Не понимающая Можно сказать Не соображающая Хотя сказать Но забыл как это слово Понимаю бывает Ребят И Немного подождем Время идет Еще останется там 5 секунд до съема голды И возьмем антимага Чтобы так сказать Не полить всю контору Чтобы ребята Попикали допустим Хоть одного Двух магов Соответственно Чтобы было где разгуляться Я думаю вы прекрасно Должны понимать о чем я Потому что антимаг Само название Антимаг Да Ребят То есть вот так вот Не знаю какая это игра Будет по счету Одну игру я уже отыграл Возможно эта игра Будет вторая А та первая Потому что там все Застрянуло Так сказать Ну ладно Поехали Кентавра еще берут Очень много станов Возможно придется Рашить БКБ Потому что умирать Не очень хочется Так Тракса у нас есть Слушайте А я тут по-моему Лишний пик пикнул Дестермит идет Дестермит С Ларком и законтрим Ребят пойдем скорее всего Тут через ВГ Так сказать Другой итем билд Сделали в прошлой катке Стандартный А тут скорее всего Пойдем через ВГ Так сказать Чтобы поднять все хитпоинты Потому что тут много Фастового дэмэнджа А именно Если Барон набегает Это уже минус 300 хп Плюс Кентавр Стан-стан И легион накрывает Плюс Мурлок И конечно Это будет неприятно Пойдем через ВГ Ребят по старой страте ВГ Скорее всего Далее возьмем Себе Что-то типа Баша Ну в принципе все В принципе все По этой игре Есть такие Небольшие заготовочки У нас что нужно Если бы тут шторм Еще спикнули Было бы прекрасно Я бы штормом Перекрывал бы всю игру тут Что он делает на хуске Выводит Рошана На хелпу что ли Типа Рошан брат Помоги руну забрать А то у нас тут Кентавры всякие Отжимать будет Забирает Ну хитрец такой Надо чуть проблочить Все Хотя бы так Хотя бы так Пропхета берут Ну хотя бы пропхет Ребята Это тоже хорошо Это хорошо Пропхет Это тоже хорошо А знаете чем хорошо? Тем что Можно будет Так Надо от этого пацана Потычковать Он со мной Тычковать с собой С крипами Да? Аман это нет Уже все Вводи крипов Подальше Вот Так что ребят Смысл какой? Танги Ага Я себе взял Братан 8 Если у меня 8 танга Это не значит Что я тебе сейчас Их все отдам Смотрите что делает Смотрите что делает Задрот Что делает Нарошане Задрот Ой 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 Так Ну понимаю Когда не можешь пройти Вот тут я не люблю Поэтому У вышки крипов Потому что Их тяжело Очень ластхитить Тут надо рубить деревья Сразу некоторые спрашивают Почему ты постоянно Рубишь деревья Ребят Деревья Танго Дау Иди на базу Слышишь? Я себе танго Брал на длительный фарм Так сказать А не тупо Чтобы ты тут стоял Чилил Кайфовал Ластхитит Вот так вот Бил авто Оттачил крипов Чтобы мне напрягаться Не Мне такие тиммейты Не нужны Зачем вот это делать Иди соло Там дохни У тебя даже сапога нет Зачем ты Как-то Насмотрятся Мувиков Азиаса А потом бегут Гангают Всякие Всякие Вот эти игры Всякие Вот эти игры Сапог возьми Иди сапогом Ты без Без сапога Нет смысла тебе Братан Бегать Слушайте А че У меня тут Фрилайн Что ли Будет Это же Такое Чему мне Фри дают Антимагу Фри нельзя давать Антимаг Такой персонаж Что напрягать Будет Так Ну братан Ты умрешь Сейчас на хуска Я просто Еще и не сгорит Там первого Левела Вся вот эта Тема Антимаг Виноват Да Будет Сейчас Понимаю У него чисто Недержание Походу У нашего Куска Я хочу Убиваться Знаете Такой Смысл У нас Жаль Нету Орбы Надо Орбу Взять Ребят С орбой Можно В лесу Легиона Напрягать Теперь я его гоняю Есть у меня Сапог Но тут Перекрывать Будем Обманщик Ладно Хуск Стоит Афк Очень страшно Обманщик На легионе Так сказать Забайтил Меня Хуск Ну Если бы Хуск Вот тут Вышел бы Мы бы Его убили Но Хуск Стоит Афк Там Просто Добить Нужно Это Не Типа На Фул ХП Ити На Легиона Хотя Тоже Там Можно Было В принципе Убить Но Там Сильно Загулис Сто Было Сто Сильно Загуля Мне Напряжно Восхитить Если честно Очень Напряжно Есть Мана На Стан Это Хорошо Так Ну Не Переагри Тут Тавр Потому Что После Смерти Героя Тавр Не Переагривается Это Походу По Механике Как Говорится Так Мне Дай Дай Моих Крипов Законных И так Фраг Забрал Мне Мои Законные Крипы Все Поехало Блинк Максим Блинк Тут Блинк Моноберн Потому Что Мэджик Дэмэджа Тут Я по себе Пока Не увижу На Топе Фурион Да На Топе Фурион Пока Фармим Берем Птэшку Сейчас Возьмем Но если у меня будет Фрифарм Ребят Я через Вг Наверное Не пойду Если будет Фрифарм Я уйду Вроум Возьму Чего Нибудь Такой Агрессивненький А может Фирстай Таймам Яшу Сделаю Даже Орбу Возьму И постараюсь Загангивать Пацанов Хотя Там Легион Легион Может Это Вг По-любому Прикольный Артефакт Потому Что Позволит Уплотниться Игнорировать Некоторое Количество Урона От Легиона А то С появлением Шестого Левела Легион Конечно Будет Напрягать Типа Вышел Такой Выход Вон Он Фидит Ох Скар Максимально Все Хорошо Гоу Да Гоу Сапог ТП ПТ Орба Ладно Ладно Вот он Сларк Гоу А Орба С Первым Спеллом У меня Сочетается А я Умру Тут Боже Вот я Даун Я забыл Что не Сочетается С первым Спеллом Тоже Орба Идет Печалька Да Да Забыл Я Я бы Его еще Тут где-то Нагнул Печалька Понял Понял Принял Дебил На Антимаге Я Забыл Я Забыл Ну Бывает Как говорится Гайды Пишет Лох Так Фрюн ТП Но я Буду Там Помогать А Да Да Срубись Пожалуйста Я Понял Понял Неплохо Го ВГ Маны Есть В баре Да Я Абна Фуриона Прыгнул Был Но Сейчас Там Баратрум Подхватит Жаси Эту Контору У меня ХП Не сильно Много Тоже Слушай Ну ты Наркоман Да ВГ Ребята ВГ Безусловно Сейчас Будет Вангуард Я Хочу Быть Полезным В игре Они Просто Крипом Который Будет Ничего Не делать Чего Чего Шестая Минута Даггер Ты Серьезно Нарм Нарм Хускар Его Подфидил Шестая Минута Даггер У пацана Красавчик Хускар Ему Три Раза Отдался Вот Тебе Даггер Да ВГ ВГ Безусловно Теперь ВГ А я же Думал Не настанет Это Время Придется Придется Покупать ВГ Печально Все это Конечно Выглядит Когда Легион Шестой Минутой Ну я Только Сорил У него Не было Что Ну не знаю Может Прогулялся Разговорился Обычно Когда Говоришь Тоже Некоторые Моменты Упускаешь Сейчас Меня Просто Через Дуэль Через Даггер Будут Цеплять Соответственно ВГ Мне Поможет Избежать Этого Хотя бы Частично Надо В лес Пробежаться Теперь Я согласен Идти в лес Потому что Там Даггер Хоть И тяжело Будет Поймать Но Го Вот Этого Пацана Окей Боже Двоих Застанем Таки Ну я Думал Хуска Хотя Бы Не Застанет Я Специально Блинканулся Короче Надо ТП Держать При Себе ТП При Себе Держать Хорошо Дальше 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 Давай Хорошо Хорошо Плохо Плохо Вот он Магический Дэмэдж Который Мне Влетает Понимаю Эх А я То Думал Тут Третий Не Надо Будет Качать Хорошо Ну Хотя Бы По Крайней Мели Раз 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 Разменялись И Это Уже Более Чем Хорошо Тычка До Свидания Ну Пойдет 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 Это Радует Что Хотя Бо Легиона Размяли 3 3 1 Пока Отыгрываем Агрессивно Играются Очень Так Сказать Вот Я Просто Не Знаю 2 2 Атрибута Сейчас Просто 34 Вкачать Чтоб Некстом Так Не Убирай Потому Что Так Не Пойдет Так Не Пойдет Ладно Го Вг Next Так Ну Тут Сейчас Будут Дестеры Выезжать Стопроцентно Уверен Там Еще Лего Да Легион В Вчетвером Вчетвером Чисто Гэнгбэнг Тут Ничего Не Сделать Он Еще На Меня Побежал Ну Ты Псих Или Шо На Тебе Тычку Так Сказать Ты Наркоман Что Ты За Мною Бежишь Да Ты Шу Тебе Чаржа Ничего Нет Так Ну Четвером Нанизу Антимага Зонят Бедного У них Там Тракса Ломает Топ Но им Главное Антимага Тут Поубивать Я Вг Сделаю Мне Будет Принципе Пофиг И на Крипов И на Них Тяжелая Hard Game Ребят Это Hard Game Тут Нету Фрифарма Вначале Был Фрифарм Сглазил Как Говорится И Соответственно Опа Ультфуриона Все До свидания Ничего Не Делает Ребят Соответственно Теперь Вг Добрый Вечер Птшку На силу И В принципе Нам По идее Не должно Быть Страшно Ничего Должны Будем Спокойно Стоять Бары 40 Маны Ну Че-то Они Неровно Дышат Ко мне Честно Что Наркоман Неровно Они Ко мне Дышат Фракса Приходит Но тут Мне кажется Сейчас Легион Будет Раздавать Гоу Я ему Ману Немного Пойдет Лего Вон он В кустах У него Даггер Даггер Пол ПТ Огора Если примет Можно Нет Не принял Но Игнать Там Не Ивейдится Игнать Не Ивейдится Все Он Задебафил Дальше Не пойду Беготня Лишнее Лучше Крепочку Побить Кто там Сларк Понимающий Гоу Пацана Хорошо Кормушечка Моя А мы Без курьера Да Найс Понимаю Ну Ваш Ты Кормушечка Кормушечка Хорошо 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 Но Фуриона Уже Не чувствую Дэмэдж На Миде Легион Легион Конечно Да Нормально Мутит Делает Так Сказать Даггер На Шестой Минуте Конечно Нежданчиком Даггер На Шестой Минуте Это Это Ультра Сложно Это Ультра Сложно Пробежимся Там Хуски Восьмой Левел Сларк Хускар Тупо Фидит Не вижу Смысла С Хускар Крип Что Меня Убивать Я сейчас ВГ Купил Го С Двадц Маны Нет ВГ Мне Тут Поможет ВГ Все Может Уф ВГ Поможет ВГ Все Может Уплотняемся Еще Семья Давай Давай Ай Ай Как Буду Ласхитить Хорошо Ну Хотя Бы Так Хотя Бы Так Хотя Бы Так Ну Нормально Хотя Бы Так Вот Вам ВГ Вот Здесь Я Бы За ВГ То Не Имея Вангуарда Я Бы Здесь Просто Не Выживал Ребят То Есть Тут Как Б Смысл Таков Что Вангуард Это Сила Вангуард Это Сила Ребят Вот Здесь Вот Просто Вы Сами Видели Сколько Я Дэмэджи Впитал Там На Писюлечках Я Выжил Еще Фуриону Добил То Есть Понимаете В чем Прикол Вангуарда То Не Стоит Пренепрягать Данным Артефактом Если Вы Видите Что Много Контроля Соберите ВГ Соберите Не бойтесь Того Что Вас Будут Поливать Дерьмом Антимаг Собрал ВГ О Боже Ты В Каком Году 2012 Нет Неправильно Так Судить Ребят Неправильно Все Предметы Ситуативные Да Даже Догон Я Могу Собрать Если Мне Не Будет Хватать Именно Магического Дэмэджа Я Соберу Дагон Потому Что Это Дота В Доте Нужно Собираться Вариатив И Все Смысл Таков То Поймите Вот Поймите Вот Эту Вещь Просто И Все То ВГ А Сейчас Как Вот Видите Просто На Практике Показываю На практике Что Действительно Дагон Это Нужная Вещь Ой Дагон Вангуард Так Но Я Подставляться Не буду ВГ Но Так Траксу Будет На дуэльку Брать Так Ну Меня Цепляет Он Я Тут Не Могу Минус Креветка Минус Бара Игнайты Хорошо Ну Тракса Сорян Но Тут Типа Такой Вариант Что Креветку Нужно Убивать Первый Там Все Рано Легион Но Легион Да Там ХП Еще Было Достаточно Эх Регенится Скотина Как его Пытаться Ластхитить Если он Регенится Ну Как бы Непонятно Братан У меня нет Ультимативной Так Эвелинк Есть Хорошо Все Есть Курочки Нету Че Курицу Покупать Интересно Когда Когда Наша Команда Эволюционирует Что не Антимаг Должен Покупать Курицу Ребят Собираем Дальше Просто Баш И чувствуем Себя В игре Просто Прикольно Приятно И Сильно Держите В курсе Просто Нам Сейчас К этим Атемам Не хватает Яши Ваша И в этой игре Мы будем Королями Так что Ребят Смотрите За Геймплеем И поехали Все Вот это Крипа Сминаем Здесь Рубим И поехала Просто Зубодробилка Ладно Уговорили Пацаны Говорили Пацаны Научу вас Брать Курьера Ребят Что Нужно Брать Курьера Не Антимагу А Хотя Бо Огру Какому То Траксу Тут Он Догонит По-любому Есть Траксай Такой Персонаж Изи На самом Деле Легиона Он Прыгает Только В Траксу Траксы Сразу Падает Продает Вся Сила Сила С Ультимативной Падает Ну Вернее Ловкость Соответственно Ну Сила В смысле Подразумевается Именно Сила Персонажа Блин Как Объяснить Сила Персонажа Вы Все Рано Думайте Про Атрибут Именно Основная Тема За что Ценится У нас Данный Персонаж Она Теряется На данном Герое За счет Того Что Легион Как только Прыгнет К Траксе Поближе То Все Тракса Такая Горит Не Ну Блин Так Не Честно Так Не Честно Все Сминаем Этот Тауэр Вторую Курочку Взяли Заходим В спину О Тут Леги Или Кто Тут Кто Кто Та Тут Был Там Тракса Если Вдруг На Тракса Будет Прыгать Надо Будет Помогать Мне Кажется Бара Просто Зачаржется На Нее И Все Как Бы Кино Не Будет Называется Хорошо Нет Там Вон Другого Чела Го Го Поможем Тракса Так Дестер Лего Лего Дуэльку Не Сливает Да Он С Дуэлькой И Сечу Эх Хотел Застилить Нет Но Не Удалось Нормально Нормально Раскатали Так Сказать В Лоу Граунде Зашли Со Спины Гоп Стоп Главное С такими Айтемами Ребят Не Забывать Как бы Драться Потому Что У нас Вг Соответственно Нас Уже Принципе Как бы Не Пробить Нас Фокусить Не Будут Найс Ну Пошло Первый Так Сазать Ливерные Колбаски Первый Ливерные Колбаски Пошли Пуш Ему Поехала Стелить Не Буду Пытаться Просто Пушим Можно Даже Смело Дальше Далеко Сейчас Баш Уже Так Отойти А На Траксу Бежит Так Ну Это Больно Выглядит Очень Хорошо Злиться У нас Чел На Кентавре У меня Сейчас Так Влетит Больно Если Честно Я Лучше Ну Его На Фиг Отсюда Башек Есть Можно Поесть ХП Нет Можно На Базу Идти Тяжело Тяжело Да Тяжело Файт Так Сказать Вроде В нашу Сторону Бладласт Упал И все Я такой Блин Да Не Дальше Не Пойду Без Бладласт Тяжело Будет Без Бладласта Тяжело Атак Спит Конечно Чувствуется Чувствуется Бладласта Фурион Конечно Лакомый кусочек С такими Атемами Как у меня Сейчас Фуриона Конечно Любить И жаловать Надеюсь Сейчас Никой Легион На меня Не прыгнет Все Опасно Хейст Го За Хейстом За Хейстом Так Сказать И побежали Домой А можно За Фурионом Побежать Пашек Есть А может Легион Поддержать Всю Контору А он Фармит В принципе Не знаю Ну опасно Опасно Такие Вылазки Делать Можно В принципе Попробовать А варде Стоит А толку Все Я понял Если вард Стоит Без вопросов Я разворачиваюсь Ухожу Ухожу Вард Стоит Ну его Нафиг Все Сразу Потому что Это заранее Уже знают Мувы Примерные То есть Соответственно Баратрум Прибежит Там все Так Ну тут Продолжается У нас тут Веселуха Огр живой Посмотрите Сколько Дэмэджа Он впитал Хорошо Хорошо Просто Я не знаю Пенетрация Какая-то Но я не выдержу Столько Дэмэджа Тут Дракса Потанчи Я Просто Нет У меня ХП У тебя Хотя бы Вампиризм У меня Нихрена Нет Все Забашился Не отошел Все равно Бери Хорошо Го тут Отведем Тракси Даля Егис Хорошо Траксас Егис Это Хорошо Потому что Не будут Ее Фокусить Как по кайфу Когда бьешь Шэншантов У них есть Мана Это плюс Бонусный Я не буду Говорить Ничего Политься не хочу Не буду Ничего писать Так Есть у меня В принципе Есть Галдишко Золотишко На Будущий Артефакт Манта Но мы Пойдем Немного По другому Пути Что там У нас Легион Сларк Возьмем Сейчас Такой Предмет От которого Вы просто Скажете Дно Дно Понимаю Сейчас Бентимага С Лотаром Увидеть Да Ребят Ну Изи Катка Изи Катка Чисто Сейчас Купим Сэнш Апнем И Будем Дальше Бегать Мана Регена Кстати Никакого Нет Вот Это Конечно Жесткая Погрешность Жесткая Погрешность Данного Билда Коу Лотар Лего Очень Много Слотов Сларк Дарфак Прожмет Туда Будут Атаковать Или Не Будешь Жать Хорошо Манаману Что-то Надо Очень Срочно В таком Билде Очень Срочно Надо На Какой Ни Артефакт На Ману Типа Линки Но Линка На Антимаге Конечно Это Это Конечно Такое Вот А Я Кстати Слоты Так и Не Чек Ну Вот Это Микроконтроль Прочекать Слоты Не Прочекал Так Ну Что-то Нужно На Ману Типа С Такими Монопулами 600 Единиц Маны Конечно Конечно Такое Ну Бфчик Забыл Когда Бф Есть С Бф Мы В принципе Можем Просто Обузить Птшкой Всегда Примани Так Зависимо От Саппорта Печалька С Маной Конечно С Маной Конечно Печалька Мп Жми Аркану Бежит Бежит Баран На Траксу Траксу Фокусит Все Лотар Заходим Сларки Сларки Лотарец Хорошо Страксой Таки Размотали Байбайка Санта Моегис Или нету Понимаю Братаны Но у меня Лотар Тут Я даже По Мансу Есть 2700 Манту На Монопол И Все Думаю Что-то Будет Полегче Как-то Манту На Монопол Реген Блин Вот я Тупанул Конечно Мог на базу Нити Взять Реген Просто Хорошо Калутар Калмант Сюда Направим Я не буду Дефить У меня ХП Нету Чтобы Дефить Потому что Там Один Разбег Нагон Нагон Набегович Разбег Набег Как говорится Разгонович Подписчик Все пишет Надо блайн вокера Брать тебе Я на антимаге Неплохо Бахаю Нахрена Мне вокер Вот здесь Остыкуемся На принципе Роняй Все Нахрена Есть Манта Можно поесть Все Побежали Быстренько Пт-шку На инту Три Мана Регена Надо Бежать Баратрума Этого Фидят С этим Баратрумом Сейчас Кускар За ним Чувствую Так Вы знаете Прикидайте По всей Карте Все Завис Пацан Потеряли Пацана Тут 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 Зачем Ты Астрал Даешь Я Так Хотел Посмотри Как он Бежит Ребят Завис Пацан Ах Развится Жалко 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 Ладно Го Купаем Вот эту Штуку ТП Сюда И поехала Дефить Так сказать Таргетный Антимаг У меня Получается Потому что Ну Нет Никакого Сплэша Никакой Бонусной Дополнительной Активности Голдасты Возьмем Да Дасты Возьмем Против Нашего Любителя Фурионов С лотарами Я думаю На этом Драка Закончится С Фурионом Блин Как же так То Манта Животное Печально Я Блин Честно Мог Все успех Мог Мог успеть Все нажать Но Координация Немного Страдает Сейчас Дай на у тебя Всегда Страдает Пацаны Пишу Гайц Температура Если вы Понимаете Чисто Чтобы вы Понимали Но это Не отмазка Просто Ну да Не пошло Ничего Страшно Ничего Страшного Ничего Страшного Легион Конечно Да Такой Засранец Одна Кнопка Чего Хотели Одна Кнопка Нажимаешь БМ И все В принципе От тебя Все убиваются Но это временно Это временно Я просто ничего не нажал Ни лотар Ни манту Хотя я уже Кликнул Когда Ну то есть Тут еще так получилось Что я Получается Моргнул Открывая глаза У меня уже Легион Перед глазами Я его В принципе Соло Убью 265 урона Его не спасут Я его просто Со стана Не выпущу В принципе С лотара Зайду Баш Сработает Манта Тычки 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 Если что Отошел Возвращаешься Добиваешься Очень сложно Будет все Окей Окей Будет все Вот я подумаю Насчет линки На самом деле Подумаю Потому что С маной проблемы Легион Контре Такое Легион Еще такой Персонаж Который Может В принципе Ходить По линиям И Просто От кд Ульты Там 40 секунд Работать Работает 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 Очень быстро Колдаун Нам Варды Нужны Варды Нужны Варды Нужны Я так Думаю Что нам Нужны Варды Не знаю Как моя Команда Думает Нужны Или нам Варды Или нет Но это Кстати Все Началось Вот Сейчас Они Начинают Буститься Обратно Из-за Того Что Легион Ливнул Ой Легион Баратрум Появляются Шмотки Буст Предмет Это Все Из-за Ливеров Ребят Соответственно Ливер Добавляет Буст Своим Оппонентам Очень Сильно Причем Хорошо Мы можем В принципе Я могу Зайти В лотар Пробежаться По лесу Найти Кого Нибудь Хилочку Повесил Побежали Никого Не вижу Просто Все На базе Что Ли Сидят Но тут Недавно Кто-то Кто-то Фарм Нету Никого О Вон Огрик Чуть не под Зацепил В лотаре В лотаре Помогут Помогут Помогли Найс В лотаре В лотаре В лотаре Не снесет. Еще не тот барак бьет, который регенится. В такой ситуации я бы бил барак, который не регенится. Было бы немного покомфортабельнее. Ребят, 3200 есть у нас, в принципе, это хорошо. 3200 есть, можно поесть. Дефимса. Чисто какая-то мясорубка тут у нас на дефе. Легион, кстати, БМ не нажал. Я бы умер там, скорее всего. Видите, как решает микро-моменты? БМ не нажимается и, соответственно, я делаю деблкилл, тп на топ делаю, дефлю и все на этом. Good game will play. Сколько у нас линка стоит по голдишке? 5100. Ребят, ну... Абиссал. Или... Абиссал, конечно, стопроцентный баш, но XBS тоже прикольная. Сильвер. Сильвер тоже хочу, в принципе. Гоу вот так вот сделаем тпшка. Вот так вот. Тпшка мы принесем чуть позже. Курьер-то у нас солированный. Ну, в смысле, соло-курьер у него. Я же элита. Просто отключаю тиммейтов, не брать куру. Не... Ну, не, не брать. Гоу вот сюда поставим. Хорошо. 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 Начинается там файт, но я тут стою дефлю крипов, ребят. А и там справятся. Легионы убиваются в GG. Легион там один что-то делает. И все. Уууу, там только кентавр слышно, как Уууу, сказал и все. Огр очень много делает, на самом деле. Ттгг, тгг. Они не могут нас убить. Они нас пить, убить не могут просто. Ттгг. Вот сюда такой бестолковый вар. О, отличная руна. Все хорошо. И погнали по миду. Тпшечка есть, можно поесть. Хорошо. Пока мы тиммейты ведут линию, я спокойно иду так, не хочу ультимейта попадаться. Траксы тоже хорошо все. Все, в принципе, нормально. Отлично. Отлично. Заходим на рампу. Смело тут, принц. Дабл дэмэдж плюс дэмэдж с руки. Траксы это изи минус мид. Ну, Легион там отдается и все, и гг. Просто тут проблема в том, что хорошо. Хорошо. Так, отойти, чтоб не отнес. Легион там под колодцем умирает. От кого умер Легион? От кого у него? Боно. Стил. От этого. От Хуска умер. Ребят, ну не знаю. Не такая динамичная игра, мне кажется, как была предыдущая. Но мне кажется, все равно есть на что посмотреть, ребят. Даже манту я, в принципе, даже не юзал. Не знаю, почему. Даже манту, в принципе, не юзал. Ну, такое, ребят. Ну, надеюсь, вам все равно понравится такой геймплей. Геймплей немного поменяли, пошли через ВГ, так сказать, старый ВГ. И, соответственно, изи катка. Ребят, всем, кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Кто не подписан, обязательно буду делать гайды дальше, соответственно. Гайд на антимага. Ну, гайд на антимага, да. Были у меня геймплеи по антимагу, но это лишь геймплей. А именно гайд, вот он. Все. Всем спасибо, ребят.